Друзья, всем привет! Очень часто вы пишете в комментариях, где машины, где скидки, давай про тачки контента. Вот, пожалуйста, мы делаем. На сегодняшний день 10 июня 2020 года. В Москве наконец-то сняли режим самоизоляции и официальные дилеры, многие начали уже полноценно работать. Многие из вас могут прийти покупать машины, но, как вы знаете, цены на машины после этой пандемии и с развитием кризиса выросли просто в небо. Но у нас теперь появились некие поддержки от государства. Вот о них сегодня я вам и хочу рассказать. Давайте обо всем по порядку, но у нас есть спонсор этого выпуска. 20 секунд о нем, и после мы переходим к основной теме выпуска. А спонсор этого выпуска канал Bad Pickers, автор которого снимает видеоролики на автотему. Он снимает сюжеты про различные виды мошенничества при покупке автомобилей. Рассказывает и показывает, на что обращать внимание при покупке автомобиля на вторичке. Снимает обзоры как на новые автомобили, так и на автомобили с пробегом. Канал Bad Pickers это настоящий мужской канал. И многие из вас наверняка согласятся с позицией автора. И вместо тысячи слов я оставлю одну ссылку на канал в описании. Обязательно перейдите, подпишитесь на него, дайте автору шанс. Ведь отписаться вы всегда успеете. Bad Pickers ждет тебя в описании. Сегодня сюжет мы запишем с вами по-живому. Я заехал к одному из официальных дилеров для того, чтобы пообщаться по программе Первый автомобиль. Что это такое, как это работает и где вас могут просто-напросто откровенно обмануть. Вот у нас для эксперимента есть новый Rapid с мотором 1.6, комплектация Style. Вот цена такого автомобиля 1 миллион 150 тысяч рублей. Но за эти деньги он у нас будет с оптикой диодной. И здесь у нас она чуть-чуть попроще. То есть это автомобиль просто для примера. Друзья, миллион 150. Вы думали об этом, что вот так вот вырастет B-класс в цене? Но государство наше нас бережет. И с 1 июня у нас вернулась программа Первый автомобиль. Но теперь она идет с поддержкой до полтора миллиона рублей. 10 процентов. Как это работает? Вот я вам сейчас расскажу на примере этой машины. 1 миллион 150 тысяч стоит машина. Мы приходим с вами к официальному дилеру, садимся за стол. Мы договоримся, что нам сразу дилер от себя скинет 30 тысяч рублей. То есть 1 миллион 120 тысяч рублей к доплате. Мы можем пройти по этой программе и получить дополнительную скидку. 10 процентов. 112 тысяч рублей. 112 плюс 30. 142 тысяч рублей. Как с куста можно забрать на эту машину. Согласны? Согласны. В чем будет закрываться подвох? Когда вы берете машину по этой программе, вы должны обязательно взять кредит. Соответственно, если вы хотите платить кредит, вы действительно проходите под нее, и у вас нет возможности закрыть его на следующий день, вот здесь ускрывается самое страшное. То, что вам в тело кредита по-любому будут закидывать страховки жизни. Конечно, вы по закону от этого всего можете отказаться от биться, но вам тогда сразу поднимут ставку выше. И когда речь заходит про тело кредита, здесь, конечно же, начинается старая песня о главном, про которую я снимал ну просто-напросто кучу видеороликов, поэтому, если вы недавно подписались, зайдите, обязательно посмотрите. В описании к ролику я оставлю целый плейлист. О чем я говорю, что вам поднимут ставку? Так, например, вот приведу живые примеры. У Volkswagen Bank есть возможность давать вам кредит по ставку 6,9. Но такая ставка действует исключительно при страховании жизни. Откажись от нее, с вероятностью 99% вам ее поднимут. Опять же, вы можете взять кредит по ставку 11-12% со страхованием жизни. Откажись от нее, вам ставку не поднимут. Когда вы берете грандиозное предложение, когда дилер вам говорит, я вам скину 200 тысяч рублей за кредит, но при этом туда же закидывает вам страховые услуги, в это тело кредита. Откажись от него, вам на сделке дают специально доп. соглашение, которое вы, собственно, подписываете. Где вы там так и пишете, что я, Иванов Иван Иванович, даю согласие. Если откажусь от страховых услуг, то обязан буду вернуть деньги. Многие люди от этого отказываются. Потом им начинают звонить в автосалоны, говорить, вы нам должны деньги. Пугают судами. Кто-то доходит до судов и проигрывает эти суды. Некоторые забивают на это хрен. И ничего не происходит. Собственно, все это потом стекает, скажем так, на тормозах. Поэтому здесь очень много нюансов. Мы же сегодня рассматриваем, как делать правильно, чтобы потом не было никаких головных болей, никаких звонков. Все нужно решать, исключительно сидя за столом в автосалоне. Как правильно сделать? К примеру, вот на этот автомобиль страховка жизни будет ориентировочно 80 тысяч рублей. Как правильно работать с ней? Вы с дилером можете договориться, чтобы он вам сделал дополнительную скидку, компенсацию в размере примерно 64 тысяч рублей. То есть у вас останется хвост 16 тысяч рублей. Но при этом вы получите ставку на машину примерно 11-12%. И вот эти 16 тысяч рублей можно дожать до конца путем того, что выпросить дополнительные подарки. Ковры, сеточки, защиты картера. Кто-то выпрашивает сигнализации, здесь уж как повезет. То есть вы выходите по факту с реально получившейся скидкой, подарками, ставкой 11-12% и вы спокойно платите кредит. Подчеркиваю, это идеальное развитие событий, которое может быть у вас. Поэтому, ребята, будьте внимательны, когда приезжаете, со всеми договариваетесь. Если вы все расчеты видите, вот это действительно круто. То есть вы как минимум практически 150 тысяч рублей в подарок получите. При этом самая простая версия, она такая относительно самая простая с автоматом, стоит примерно 900 тысяч рублей. А Рапиды, которые сейчас новые пошли, вот я с менеджером общаюсь, он говорит, ну в среднем вот комплектации 1.100.000 люди приходят. 1.100.000, 1.150.000, вот в этом диапазоне люди выбирают автомобили. И вот в чем же здесь кроется подвох? Его на самом деле два. Первый. Когда вы приходите в автосалон, если вы не разбираетесь вот в этих кредитных продуктах, менеджеры это могут увидеть. Есть менеджеры двух типов, которые порядочные, честные, которые вам постараются сделать выгодные предложения. А есть такое, что установка от самого руководства. Мы должны зарабатывать, соответственно, в тело кредита вам будут накидывать кучу различных страховых услуг. И поймите правильно, и поверьте, и услышьте об этом, друзья. Я неоднократно про это говорил, что вот эти страховки, они могут быть 100, 200, 300 тысяч рублей. Мне часто пишут люди, которые рассказывают, что пришли покупать машину ценой, допустим, там в полтора миллиона рублей, хотели взять в кредит 600 тысяч рублей. А выясняется то, что им предлагают взять 1 миллион. Вы вдумайтесь, 400 тысяч рублей накидывают. И это делают официальные дилеры. Поэтому кредит это один большой подвох, за которым нужно глаз да глаз. На самом деле, с точки зрения правильности, государство реально дает возможность получить скидку. Но получить ее, вот серьезно вам говорю, просто поверьте, вам придется постараться. На улице жарища дикая, присядем с вами в автомобиль. Смотрите, в этой программе очень много тонкостей. Так, например, она распространяется на автомобиле, выпущенной с 1 декабря 2019 года. Раз. На моторы, которые идут объемом 1,6 литра. То есть, проходит у Шкоды только Рапид, Фольксваген Поло, Киа Рио, Солярисы, русские автомобили отечественные. То есть, вы должны уточнять, какие машины на них проходят. По цене при этом она идет до 1,5 миллиона рублей. То же самое, сейчас есть возможность получить автомобиль со скидкой 10% по программе семейный автомобиль. Что для этого нужно? Нужно, чтобы у вас был один ребенок возрастом до 18 лет. Все, пожалуйста, вы можете прийти и оформить на себя автомобиль по такой же схеме, как я вам только что рассказал, тоже со скидкой 10%. Добавлю, что для программы первый автомобиль у вас ранее не должно было быть никакой машины. И, соответственно, у вас должны быть действующие права. То есть, здесь вы уже сами так в голове маленечко кубаторите. Думаете, у кого что есть, допустим, возможно, у вас есть жена, у которой никогда не было тачки, но у нее есть права. Соответственно, вы можете купить машину, оформив на нее, кредит на нее оформлять, машину у нее, это обязательное правило. Но тем самым вы получите дополнительную скидку. То же самое, возможно, у вас там дети, кому-то уже 22-25 лет. Самое главное, что машина должна быть оформлена на него, и, соответственно, у нее должны быть действующие права. И второй момент, это вот сам этот развод, о котором можно говорить по телевизору, что сейчас такая огромная поддержка, 10% на автомобиле, там, до полтора миллиона рублей. Поддержка медикам за трейд-ин, за тот же самый, до которого мы сейчас чуть дальше дойдем. Поддержка 10%, а вот вы вдумайтесь, что вы сегодня можете купить по цене до полтора миллиона рублей. У многих брендов МАЗ-сегменты это все те же самые машины. Это вот Rapid в Skoda, все, Octavia вы уже не купите. У Hyundai это будет Solaris, у Kia это будет Kia Rio. То есть, как раньше это было, вот пять лет назад я покупал себе Mazda 6 в довольно-таки неплохой комплектации. Безопасность автомобиля, есть все различные фишки. Диодная оптика, камера заднего вида, парктроники. В общем, ты садишься в машину, она, ну, далеко не пустая. И это все-таки D-класс, Mazda 6. Пять лет назад я покупал ее за 1 миллион 270 тысяч рублей. Вот вы согласитесь, что сейчас бы, если покупать автомобиль, там, хотя бы до 2 миллионов рублей, иметь возможность от государства получать скидку, вот, там, 150-200 тысяч рублей, вот это было бы здорово. А здесь же программа, понимаете, она такая, она хитрая, она очень хитрая, она урезанная. Никакую нормальную машину, да, ну, давайте будем объективными, вы себе не купите D-класс, забудьте. Это вот все те же самые цены, вот, на Солярисы. При этом, пять лет назад Солярисы стоили, там, 800-900, там, ну, до миллиона рублей. Сейчас это все уже перешагивает за миллион. Тот же самый Rapid в топовой комплектации с мотором 1.4, он перешагнет со всеми доп. пакетами, там, отметку в 1 миллион 300 тысяч рублей. Вот о чем речь, что цены растут просто дико, мы получаем, как бы, скидку 150 тысяч рублей, но мы на что и получаем? На все те же самые автомобили. Друзья, на этом еще не конец, потому что есть теперь с 1 июня возможность дать свой автомобиль и получить также скидку дополнительную в 10% по трейдину. Как это работает? Смотрите, автомобиль, который вы сдаете, должен быть старше 6 лет. И в пользовании у вас он должен быть более одного года. Все, это официальные условия основные. Вы приезжаете, это тоже распространяется на такие же автомобили типа 1.6 мотор. На них идет поддержка от государства. Вы приезжаете, сдаете машину, тем самым получаете скидку дополнительную машину 10%. И при этом сюда же можно суммировать и нужно суммировать дополнительную поддержку по трейдину. Например, у Шкоды она идет 40 тысяч рублей. Если вы сдаете Шкоду на Шкоду, 55 тысяч рублей. У других производителей уточняйте, смотрите. Сам факт того, что это та ситуация, когда действительно трейдин становится, скорее всего, выгоднее. Приехали, посчитали, все. Но важный момент, то, что вы должны в любом случае оформить кредит. И вот здесь возникает логический вопрос. Что делать, если я не хочу брать кредит, у меня есть и деньги, я готов его просто купить автомобиль. Здесь выгодно воспользоваться именно кредитом ради скидки. Как это работает? Вы рассчитываете деньги в кредит. У вас будет ставка примерно 15-16%. Но вам дилер, это по-правильному, как это должно быть, вкинет в кредит, допустим, что-нибудь типа ГАП или какая-нибудь продленная гарантия на автомобиль на 2 года в размере 54 тысячи рублей. Я вам называю реальные цифры, такие плюс-минус, чтобы вы понимали. Поймите правильно, я не хочу вас запутать, но каждая ситуация уникальна. Как вы будете договариваться, я не знаю, но я вам рассказываю, как это правильно работает. Вот вам в кредит закидывают 54 тысячи рублей, но при этом вам сделают ровно такую же скидку на автомобиль. То есть вы получаете суммарно хорошую скидку, хорошее предложение. Вы едете на следующий день, закрываете кредит. Вы никому ничего не должны. И не будет никаких сюрпризов и серий, что вы переплатили за кредит 200-300 тысяч рублей. Как это бывает с неофициальными дилерами, либо же, как это бывает и может быть, если вас вдруг дилер официально захочет обмануть. Ну и, конечно же, наше государство позаботилось о медработниках. Подчеркиваю, о государственных медработниках, по крайней мере, так прописано в программе, что если вы работаете где-то в больнице, неважно кем, каким врачом, неважно, что вы там принимали участие с коронавируса, не принимали, вы главный медработник государственной организации. Вы имеете право точно так же попасть под скидку в 10%. По такому же принципу все работает. Что 10% при условии того, что вы берете кредит, а как он работает, я вам только что рассказал. И вот сейчас, чтобы вам не казалось то, что все так легко и просто. Я это рассказываю, потому что я этим сам занимаюсь, потому что у меня уже есть дилеры, с кем, менеджеры, с кем я хорошо общаюсь, кто меня знает, с кем мы можем сделать все адекватно. Но в любом случае я вам подчеркиваю, что вы можете это все сделать сами, пройти все эти этапы, получить эти выгодные предложения. Самое главное, чтобы вы понимали, откуда, что, как берется, что нужно пересчитывать. Объясню простой пример. Как это может быть в плачевном случае? Вы приходите к дилеру, он вам говорит, машина стоит 1 миллион рублей ровно для простоты счета. Я тебе сделаю скидку 100 тысяч рублей по этой программе. То есть 900 тысяч рублей получается ваш автомобиль. Но при этом вам в тело кредита могут закинуть дополнительных услуг, страховок, страховка, жизнь, га, помощь на дороге, что угодно. На сумму, например, в 120 тысяч рублей, с которой комиссионные выплаты именно салон получит достойные. Но вы не получите ни хрена. То есть, по сути, вы купите машину, где в договоре у вас 900 тысяч рублей, но на деле вы берете гораздо больше. Опять же, не забывайте о том, что покупая новый автомобиль, вы должны сделать каско. Каско на подобные автомобили, это примерно 40-45 тысяч рублей, все считается по-разному. Для кого-то она может обойтись и вовсе в 30 тысяч рублей, на какие-нибудь отечественные автомобили это может быть еще ниже. Здесь все сугубо индивидуально. Здесь влияет ваш стаж, возраст, прописка, аварийная езда. Все это учитывается. Но сам факт того, что все, что вам рассказывают, вы должны все цифра в цифру перепроверять. И когда вы видите, что у вас все совпадает и никакого подвоха нет, тогда вы покупаете автомобиль честно и выгодно. Но поверьте мне, на словах это рассказать гораздо легче, нежели чем вы, когда будете проходить все это самостоятельно. И сюда же важно дополнить, что когда вы берете, например, страховые услуги, ну, к примеру, страховка жизни, ну, пусть будет стоить 100 тысяч рублей. Она примерно так и может стоить. В реале она на вас стоит примерно 7-10 тысяч рублей. Все остальное это комиссионная выплата дилеру. Они получат денег, там разделят по отделам условно, это будет здорово. Но у них есть возможность с вами этим делиться, то есть делать так называемый, в кавычках это называется, там, перелив. То есть они могут вам 50 тысяч рублей сразу отдать обратно, то есть дополнительной скидкой. Вы уже остаетесь в каком-никаком бонусе. Но многие дилеры с вами на это просто-напросто не пойдут, потому что это деньги. Опять же, некоторые люди приходят, они не понимают, и, соответственно, дилер, там, менеджер по продажам, кредитный отдел, они это видят. Соответственно, вас точно так же могут дурить, мухлить. Поэтому в этом вопросе в первую очередь должны разбираться именно вы. Но сам факт того, что все эти кредитные продукты, несмотря на доп. соглашения по закону, вы их брать не должны. То есть они на решение банка по выдаче кредита никак не повлияют. Максимум, на что они могут повлиять, это на процентную ставку. Это единственное все. Но здесь все нужно считать, потому что есть люди, которые готовы взять кредит под 16%, потому что они говорят, типа, я сейчас 3 месяца поплачу, я его закрою. Поэтому ему будет выгоднее взять 16%, нежели чем там идти на уловки от дилера, да, по принципу взять там со страховкой жизни, но там под 10%. Все это индивидуально, этим вопросом нужно заниматься, а именно считать все это дело на калькуляторе. И вот наверняка кто-то задастся вопросом, а зачем вообще что-то должны закидывать в тело кредита, почему нельзя просто взять пустой кредит и тут же его закрыть. Ну потому что это бизнес, это коммерческие организации, каждый хочет на чем-то заработать. Дилер, вот закидывая, допустим, продленную гарантию 2 года и параллельно делая вам на это дополнительную скидку, получает некое комбо для себя. То есть они продали машину, они оформили кредит, кредит это равно каска, в любом случае вы это делаете, при этом продали дополнительную услугу страховки. То есть они тоже остаются в своем плюсе, но и самое главное, что и вас при правильном подходе тоже никто не обделяет, и вы тоже остаетесь в своем плюсе. То есть здесь остаются довольны все. Вы купили машину на выгодных условиях, и дилер для себя тоже продал ее на выгодных условиях. Вот это работа правильная. В нашем случае Рапид идет с пакетом Black Edition. Друзья, машинка новая, поэтому мнение свое высказывайте в комментариях. Я обязательно попрошу автомобиль на длительный тест-драйв. Вот всегда хотел покататься на автомобиле, знаете, даже как-то думал снять ролик, что-нибудь после BMW. Вот, например, взять Vesta на автомате, или что там, робот у них идет, покататься на ней недельку. Так вот после BMW пересел на Vesta и рассказать какие-то свои эмоции. Касаемо Рапида, у них, конечно, что круто, это багажник. Это вы просто зацените сами. Вот для такого класса автомобилей, то есть это, конечно, пушка. Вот так вот приходишь, и сюда все можно положить. Можно дополнительно сложить сиденье, то есть место будет, ну, просто-напросто вагон. Вот в этом плане такие кузова очень удобные. Вот так вот хранятся автомобили. Здесь общий такой склад получается при дилере. Здесь Skoda стоят, здесь стоят BMW, здесь неподалеку есть Nissan. В общем, вот, под открытым небом. Но машины действительно очень хорошо продаются. Вот общаясь с менеджером, он говорит, блин, у нас с продажами вообще-то, фу-фу-фу, не жалуются абсолютно. Планы выполняют, народ прет, все приходят, покупают. Единственный автомобиль в марке Skoda, который сейчас подорожал, это Kodiaq. Вот каждый месяц примерно по 40-40 тысяч цена растет. При этом машин мало, то есть действительно прям выбрать даже не из чего. Когда машин будет больше, естественно, и скидочек будет побольше. Ну, а всех остальных автомобилей достаточно. Вот трешки, допустим, они до вируса стоили в среднем 2 миллиона 330, 2 миллиона 430. Сейчас получается так, что они стоят 2 миллиона 730, 2 миллиона 900. Если версию брать M-Pro, это вообще там заряженная версия, она будет стоить 3200. Появились 318, теперь только они на заднем приводе, соответственно, эти машины стоят сейчас примерно 2,150-2,400. Это вот разброс такой, что как нарвешься. Можно нарваться, я уверен, и за 2 миллиона 318 заберете, но здесь уж как повезет. Ну, друзья, ну, жарищи, сегодня на самом деле на улице люто. Походил по салонам, прошелся тут по набережной автосалонов. Могу сказать вам одно, у некоторых прям действительно есть народ, есть продажи с менеджерами созванивались. То есть, как вот несколько недель назад, даже уже больше, мы снимали ролик, я вам показывал, что происходит на рынке, рассказывал. Плюс-минус то же самое. У кого-то продажи есть, у кого-то фига. Подводим итог. Воспользоваться этими господдержками минус 10% в реале можно. То есть, все для этого сделано. Но и велик риск того, что вас запросто ведут в заблуждение. Придете в автосалон, вам скажут, ой, а надо здесь брать вот так, вы за это должны платить. Про что-то вам умолчат. Таким образом, вы вместо скидки получите накидку. Такое уже неоднократно бывало. При этом, есть люди, которые сами все это проходят без проблем. Добиваются, получают своих скидок, остаются в плюсе. Поэтому, друзья, будьте бдительны, будьте внимательны, считайте. Сам факт того, что я вам показал, рассказал, это работает. На какие машины с мотором 1.6 литра у каждого производителя свой автомобиль, по идее, плюс-минус, должен попадать под эту программу. За исключением премиум-брендов. Поэтому, пользуйтесь. Я надеюсь, вам этот ролик был полезен. Обязательно подписывайтесь на канал, потому что дальше будем снимать больше тест-драйвов, больше тематик будет про автомобили. Тем полно. Сейчас мы кое-что сделаем и вернемся к активным съемкам. Подписывайтесь на инстаграм-канал, потому что там всегда выходят только свежие новости. Ставьте лайки, ставьте дизлайки. До новых встреч. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok